Когда Господь дает обещание о Завете и адресует это Аврааму, которые описаны в 12 главе Бытия, мы видим 7 определенных вещей, 5 непосредственно в 12 главе и остальные в других частях книги. Господь говорит, «Ты станешь великим народом, я благословлю тебя, и ты будешь благословением для всего мира, благословляющих тебя благословлю, а проклинающих прокляну, и дам тебе землю Израиля, и утвержу этот завет на 100 лет, на тысячи лет, нет, на веки». Все, что Господь говорит, обещая Аврааму, все эти вещи, они безусловны. «Я Бог, и я это сделаю, несмотря на то, что ты делаешь, и это конец торгов. Я дам тебе эти 7 вещей, и они очень явлены». Среди этих вещей есть одна очень важная, но которая часто упускается нами. Это обещание земли, земли Израиля. Знаете ли вы, что в Танахе земля Израиля упоминается более тысячи раз? Сам завет упоминается от 200 до 300 раз, зависит от перевода с иврита. И среди этих 200 или 300 раз земля Израиля и связь с землей Израиля напрямую описаны. И составляют 70% от всех упоминаний. Отсюда можно сделать вывод, что завет и земля напрямую связаны. «В тот день Господь заключил завет с Авраамом и сказал, «Твоим потомкам отдам я землю эту, от Египта до реки Ефрат». То есть земля – это обещание, и это безусловно. И в течение истории еврейского народа была эта земля, потом народ грешил, и их изгоняли из этой земли. Но здесь нужно провести некое разделение или разграничение между обещанием о земле и владением земли. Все, что мы читаем в завете Авраама, оно безусловно. Потом наступает завет Маше, и вещи некоторым образом меняются. Господь дает определенные требования еврейскому народу. Вместо того, чтобы уже сказать «Я сделаю», Господь говорит «Вы должны». Должны то или иное. То есть владение землей становится условным. Обещание земли – оно безусловное, но владение землей – условное. Владение и использование земли уже условное и зависит напрямую от послушания Израиля Богу. И мы читаем в Писании, что Израиль с этим не очень хорошо справлялся. В итоге пророки начали пророчествовать, Еремия, Исаия и другие, о том, что вас изгонят, потому что вы не исполняете свою часть договора. И в Еремии 9 главе мы читаем, что по причине того, что Израиль отступил от законов Божьих, которой Господь установил, что народ не слушался и не исследовал законам, за это Господь изгонит Израиль в народы, о которых Израиль и их предки не знали ранее. Господь исполняет свое слово «Если вы против меня, то я изгоню вас». И более вы не будете владеть этой землей. Мы, как верующие в Ишуа, должны понимать прямую связь и зависимость между обещаниями Бога, прийти ко всем народам, достичь все народы. И возвращение Израиля к владению землей – это знак для всех нас, что Господь готовится достичь и обратиться, и прийти ко всему миру через еврейский народ. И мы, как церковь, связаны с этим через еврейского мессию, на основании той судьбы, которую имеет Израиль. Субтитры подогнал «Симон»